Девушки отдыхают Девушки отдыхают Будет небольшой бой в начале для разгона Для вас работают Роман Гришин, Борис Скрипко Итак, давайте подождем самого главного Спасибо и работаем дальше Ну и нам уже анонсировали Что в этом дивизионе Ну имеется ввиду дивизион Артура Бетербиева Полутяжелый вес Да, все чемпионы могут И что самое главное Хотят подраться друг с другом Поэтому не за горами Вполне себе объединенные бои Ну самое реальное, пожалуй, на данный момент Это как раз вот Бетербиев и Ковалев Они оба в топ-рэнке сейчас И потом между ними Ну вот нам сейчас показывают еще один бой Который пройдет за звание чемпиона мира Абьев Анкахас будет защищать уже, по-моему, шестой или седьмой раз Свой титул чемпиона Поддайнули там профайл Здесь тоже интересная ситуация Потому что недавно появился новый чемпион В параллельной версии Мы вам показывали И, скорее всего, Анкахас Наверное, будет стремиться Объединить тоже пояса Ну, об этом обо всем попозже Мощный боксер для этой весовой категории 51 с небольшим килограмм 51,2 Большое количество нокаутов Вот вы видите, как он повергает всех своих соперников Да, для этого веса количество нокаутов просто зашкаливает Из 30 боев 20 досрочных Ну и также посмотрим выступления Да, вот этот бой, который шестираундовый нам предлагают для начала То, что мы увидим в легком весе Молодой Флорес будет проэкзаменован соперником, который на 10 лет старше него Флорес местный боец Он из Стоктона, из Калифорнии 19 лет, совсем молодой Но уже успел провести 12 боев И все выиграл 5 досрочно С этого поединка и начнется Маша уже основная трансляция Итак, друзья Вернемся снова к бою Петербеева Потому что если он сегодня проходит нормально Сегодняшнего соперника Мы все на это надеемся То, скорее всего, при объединении его соперников станет Сергей Ковалев К тому же у них давние счеты еще по любителям Когда Ковалев проиграл Петербееву И даже Ковалев сказал Если бы я тогда выиграл, стал бы первым номером сборной И поехал бы на Олимпиаду Может быть, я на этом бы и закончил свою боксерскую карьеру Поскольку я в любителях, сколько это не дошел до вершины Дошел в профессионалы И здесь, как вы знаете Карьера у него сложилась более чем успешно Он снова чемпион мира Он снова один из сильнейших полутяжеловесов планеты Нам как раз показывают сейчас разминку Жервина Анкахаса Но его время выходить в ринг еще не пришло Да, ждем шестираундовый бой Габриэл Флорес Эдуардо Рейс Вот вроде бы в ринге какое-то движение уже началось Доработает, я так понимаю, студия И уже рингоносер нам объявит выход боксеров Небольшой город, эстопный, да Но пользуется очень нехорошей репутацией Очень криминогенный такой район Но тем, кто приехал сегодня сюда на бокс Посмотреть главные бои Это не грозит Нам тем более с вами, которые находимся далеко от Калифорнии Но проснулись и с нетерпением ждем, конечно же, главных боев Ну и в первую очередь Бетербиев-Каладжич И вот нам почему-то постоянно показывают все предварительные расклады Именно вот этого чемпионского боя Чифунай против Джервина Анкахаса Так вполне могут и с него начать Я так понимаю, что бой Флорес и Рейс Поскольку он шестираундовый Он является промежуточным Если Анкахасуна закончится досрочно Тогда покажут нам его Если нет Если он пройдет все 12 раундов Тогда мы сразу уйдем на Бетербиево Но не будем гадать, потому что у нас нет точного снаря Мы так его на руки и не получили Поэтому будем ориентироваться по тому, что нам будут показывать Вообще-то не похоже, конечно, на компанию TopRank Они, как правило, очень точно работают Заботятся о тех, кто принимает международную картинку Рассылают точные сценарии Точный fight lift Ну, на этот раз что-то не сложилось Ну, ладно, это не важно Это не так страшно Главное мы с вами увидим Джермен Анкахас Вот этот боксер на величайшего веса Можно сказать, на данный момент вторая филиппинская звезда Ну, первую вы все знаете Менни Пакияо Вторую Должен был стать И проскочил Ну, фактически, минуя сильнейших соперников во всебирной суперсерии А вот Анкахас действительно очень серьезный боксер Он боксирует по версии IBF И уже вот шесть раз шестикратный чемпион Правда, последний свой бой он закончил ничью Ну, как вы знаете, чемпион оставляет поезд за собой А вот его соперник Рючи Фунай 33 года Из Токио 38 боев 31 победа 22 раза соперников отправлял отдыхать раньше положенного срока 7 раз проиграл Но трижды сам побывал в нокаут Одним словом Анкахас, как считают все, является явным фаворитом в этом бою А Фунай, к тому же, еще и на год старше Анкахаса Не молодые уже совсем боксеров Тем более в этой весовой категории И все ждут, что Анкахас в очередной раз уже защитит свой титул И тогда вот, по идее, у него по IBF уже соперников просто не останется И надо будет уже объединять, объединять правеса Вот А там, вы знаете, ситуация такая, что Уан-Франциско Эстрада недавно совсем стал чемпионом Мы этот бой вам показывали И вот интересно было бы, конечно, посмотреть вот этих двух боксеров В ринге Но как сложится, мы не знаем Это только наше желание и предположение Ну, давайте пока сосредоточимся на сегодняшнем поединке 12 раундов Легчайший вес Оба уложились в этот лимит Лимит непростой 51 и 200 Итак, японский боксер уже здесь в квадрате ринга Ну, а вот и чемпион Одно поражение у Анкахаса, но оно было очень давно О нем даже, по-моему, он сам и не помнит Да, в 2012 году как-то большинством голосов уступил Марко Энтони Геральда Но и с тех пор не проигрывает Была только лишь одна ничья Вторая в карьере Первая была в четвертом бою После ее начала Но вторая ничья как раз была очень важна для него Поскольку оставила за ним пояс Да, это было в предыдущем поединке Александра Сантьего Барьямс А так 33 боя, 30 побед, 20 досрочных Одно поражение, две ничьи Кстати, я вот говорил о том, что дальше его путь Скорее всего лежит к объединению Но вот может будет еще с Борисом один бой Поскольку как бы была ничья И, наверное, и тот, и другой захотят закрыть Эту ничью, и Борис будет... Безусловно, желать победы Итак, слушаем Джимми Лэннона Чемпионский фальс АТБФ за спиной у НКХСМ Рядом с ним человек, кстати, в кепке и футболке Военно-морской флот И моряки с надписями Но дело в том, что Анкаха сам служит на флоте Как раз является одним из таких младших офицеров военно-морского флота И так представляют нам фунай Одинаковый вес показали на взвешивании 51,8 Фунай впервые будет драться в США До этого все бои у него были в родной Японии И впервые, кстати, будет пытаться вызывать серьезный титул Ну, как считаю, дважды специалистов Вот против этого боксера шансов у него не так много сегодня Но, все когда-то случается Вы видите, да? Наши следы-младшие чемпион своего претендента Красавчик Седьмая защита титула Да, он так регулярно выходит Каждый год проводит Это по три примерно боя, да? Да, в среднем Ну, далеко, но в 2016-й получился такой спокойный один бой провел В тот год Вы получили свои инструкции в древесторе Помните мне, чтобы защитить себя в любых временах И обещать мои команды в любых временах Здесь, в ОК, это хорошо Здесь, в ОК, это хорошо Тач-глубы Этот бой интересен тем, что, в принципе, и японец, и японский боксер тоже с ударом И, если будет какая-то ситуация подходящая Безусловно, будет пользоваться Пытаться воспользоваться Вот этим он чуть выше Анкахаса Ну, давайте смотреть Сейчас все сами разберемся с тактикой Со стратегией Что будет происходить в ринге Анкахас, так же, как и его звездный соотечественник И промоутер, кстати Мэнни Пакел, тоже левша Ну, и сразу пошел на сближение Хорошо, вот сейчас провел такую легкую двоечку Анкахас темп пока невысокий Ну, сейчас, когда вот такая разведка, пристрелка закончится Скорее всего, боксеры, конечно Перейдут на следующую скорость Хорошо, кстати, попадает Анкахас Он очень здорово встречает Да, вот это простая двоечка, да Доходит так Четко Такой легкий джеб бросает А потом вот сильнейшей рукой пробивает Не силовой, но довольно точный удар Вот сейчас хорошо встретил, посмотрите И снова Отлично Сейчас, да, лево-боковой Боковой, правый, снизу Сейчас пытался Достать корпус, но там Локоть соперника оказался Ну, уже и запускает В том числе и правые, и боковые Навстречу Ну, Акахас вообще Побольше действий производит Несмотря на то, что работает вторым номером Две минуты прошло до раунда А уже чувствуется, что он С каждым, вот с каждым эпизодом Все увереннее начинает действовать Фунай пока не дистанцию толку Не определил свою Не Показал пока Что он вообще пытается делать в этом поединке Он пока только лишь, да, подшагивает И нарывается на удар От своих действий Ну, что ж, в концовке Снова попытки достать цель Со стороны чемпиона мы видим Сейчас будет гонг Докончится первый раунд Закончился перерыв Боксеры вызываются на второй раунд Ну, мы с вами посмотрели Первые три минуты И, в общем-то, сомнений В том, кто Хозяинчик в ринге уже не осталось Он, как раз, не спеша, но Собрал бой в свои руки Да, несмотря на то, что вроде бы Фунай пытается Захватить инициативу Тем не менее Ею обладает Действующий чемпион Несмотря на то, что Однообразно пытается Захватить инициативу Так по прямой идет Выбрасывает Бесхитростные Такие двоечки Фунай все это Видят прекрасно И на встречу Работает И в опережении В общем, превосходит Пакап во всех компонентах Ну, может, Фунай немножко Когда поймет, что В общем-то, терять ему нечего Может и раскроется И все-таки Покажет чуть-чуть больше Насколько он способен Хотелось бы увидеть все-таки Конкурент на какой-то мере бой Издалека сейчас Левый Запускал Анкахас Довольно мощный удар Провалился Причем Не стал выходить из атаки Остался там же Но, правда Фунай этим воспользоваться Не смог Пока мы не видим Длинных комбинаций Ни с той, ни с другой стороны И темп такой Средненький Да, то есть Чаще всего Это два удара Причем Мы с одной С другой стороны Хороший апперкот Кстати От претендента Но, правда Остается Японец На ближней дистанции То есть Даже после Своей удачной атаки Из нее не выходят Позволяет Она не очень-то удачной была От апперкот Прошел Там Он же неточный был Он его бросил Но Так Как-то сквозь Между перчаток Ну вот-вот-вот Фунай Начинает немножко Злиться Чувствуется Что оба Путинку разгоняются Первый раунд Получился Поспокойнее Чем второй Сейчас и ударов Добавилось И скорости тоже Хороший правобоковой Ну хочется Чтоб Фунай Конечно Побольше показал Тем самым Он как бы Раззадорит чемпиона Заставит его Выйти из этого Такого Довольно Уютного Темпа Хороший джеб Заканчивается Второй раунд Опа Зацепил Закончился второй раунд Смотрим повторы Вот отличная комбинация Правый боковой Левый прямой Устоял Но Так Вынужден было Поискать равновесие Да Третий раунд Третий раунд Раздергивает Раздергивает Сейчас Но Слишком долго думает Прежде чем Атаковать И Анкахас Уже его Такое ощущение Что Начинает просчитывать Он уже давно Его просчитал И то что Пытается идти вперед Фунай Но Еще раз скажу Идет очень так Предсказуемо С малым количеством Ударов Ну достал Тем не менее Сейчас Попытался Столкнуть Чемпиона Вот принимает Бой И Анкахас Но тем не менее Даже в этих Эпизодах Действующий Чемпион Поточнее Смотрится Ну фунай Должен Все-таки Показать Свой характер Получил Право На чемпионский Бой В первой В жизни А японские Боксеры В общем-то У них И менталитет Такой Да Что Выйти Как воин Как на последний бой Пытаться Не щадя себя Все-таки Показать Максимум На что способен Репутация Для них важна Репутация Не трусом В Инди Это Пожалуй Самое главное Для них Джервин Сейчас работает Поэкономнее Но тем не менее Поэффективнее Практически Каждый раз Встречает Довольно Жестко Своего оппонента И хорошо Попадает Меньше Перемещений Стал использовать Тоже Периодически Встает Перед соперником Но хорошо Работает Корпусом Уклоняется Сейчас Правый Боковый За перчатку Вышли Они из этого Такого Среднего Темпа Ну Это все Благодаря Фунаю Он-то Стал Атаковать Понастырнее Отсюда И чемпиону Пришлось Перейти На следующую Скорость Мощно Стуловище Много Здесь Работает В этом Раунде По корпусу И тот И другой Да Насколько Плотнее Этот раунд Получился Чем все Предыдущие Да Стуловище Неплохой Раунд Для себя Выдал Фунаю Заставил Соперника Перестраиваться Перестраиваться Сюда поднять Темп Пойти В размены К сожалению Нам не показали Повторы Этих эпизодов А то Интересно Посмотреть Раздевалку Флорес Разогревается Четвертый раунд Уже Фунаю Пошел вперед Предыдущий раунд Вселил в него Некоторые надежды Что и с чемпионом Можно боксировать Не так он страшен Хотя Хотя Да Вот сейчас Анкак нас зацепил Пошел Активно Вашем Вголачивает Жесткие Очень боковые Остался на ногах Фунаю Но очень тяжелый В тяжелом положении Находится Но пытается отвечать Смотрите Да Но пропускает Уже очень много С левой руки Удары Следуют Один за другим И Достаточно тяжелые Они получаются Контрольный надбой Но теряет Окончательно Посмотрите Он даже пытается Уйти В какой-то момент Защититься корпусом Вот отвечает Пережил Вот эту атаку Длительную От Анкакаса Первый клинч У нас Кстати В этом поединке Анкакас Будет брать паузу Нет Но сейчас уже Замедлился После спорта Такого мощного Хотя Времени в раунде Еще Очень много Осталось Анкакас Прекрасно Пронимает Но стойки Оказался Фунаи После такой Трепки Смотрите Проложайте Теперь И снова Пытается Все-таки Искать Счастье В атаке Своей Но Это конечно На руку Чемпиону Когда Фунаи Так вот Откровенно Идет в атаку Тут же открывается Поверяются Дыры У него И вот Удар за ударом Чемпиону Ложатся в цель Но Ох Сейчас по корпусу Жестко было Фунаи Продолжает Оставаться на ногах Казалось Умеет здорово Держать удар Вот и достал Еще раз Анкаха Слева Блечом И боковые У него Очень точно Ложатся Очень плотно И вот Еще один Боковой Очень мощный Челюсть И прямой В голову Ну Японский Во всем Просто ни в какую Не желает Парать Здесь уже Апперкот Еле-еле Стоит на ногах Сейчас Фунаи Держится 10 секунд Еще остается До окончания Раунда Интересно После такого Раунда Сколько ему Надо будет Времени Чтобы Остановиться Так вот Он по ходу Раунд Даже восстанавливается Мы посмотрим Да Вот эта атака В первой половине Раунда Была конечно Очень мощная Казалось Ну все уже Еще 1-2 Ну плюс Несколько Очень жестких Ударов И проверяет Глаза Проверяет Вообще Насколько он Меняем Разрешил Медицинский товарищ Продолжать бой Ну и как все Проверяет Ковынился Анкахас Явно не желает Затягивать Этот бой Но это не только От него Зависит Если фунай Если фунай Показать Продемонстрировать Сейчас уже Не ждать момента Да Не выбрасывает Такое количество Ударов За раз Решил действовать Наверняка Такое ощущение Ну для победы Большой задел Уже сделан Можно раунд Так Немножко Отдохнуть Тем более Учитывая Что Личи Все равно Не попадает Держит На удобной Для себя Дистанции Джервин И Японец Чаще всего Всеми ударами Достает Только лишь До блока Одиночными Действует Анкаха Сейчас Чувствуется Что Вкладывается В каждый Из ударов Правда Иногда Молотит По воздуху Потому что Фунаи Перестал Хорошо попал Сейчас Левый Прямой Да Фунаи здорово Держит удар Здорово Пусть В этом Мы уже С вами Убедились Пятый Раунд Спокойный Пятый Раунд Сказал бы Я Подходит К концу Да уж На фоне Предыдущего Совсем Спокойно Симпатичная Девушка Напоминает Что Предстоит Смотреть Шестой Раунд Это уже Будет Середина Боя И японский Боксер Претендент Пока еще Не сломлен Остается на ногах И упорно Так выходит Раунд За раундом В центре Ринга Ну а в свою очередь Анках Сейчас провожая Его на Шестой Раунд Сказали Оставайся Сфокусированным И сконцентрированным Без ударов Сфокусированным 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 Используется Используется этим Оооо Посмотрите На встречу удар выбросил японец тоже Но на одно попадание Фунай Приходится 3-4 Ответных ударов соперника Решил пойти на обострение Японец сейчас назад не оттягивается Уже снова возвращается к своему стилю боксирования Который был до этого Он пытался это сделать Мы все помним в четвертом раунде Помним чем это для него закончилось тогда Но Все таки продолжает искать шансы в атаке Опять Ирина вот как раз Это все конечно ложится на руку Чемпиона мира Вы видите да Как он пользуется Вот этими промахами со стороны соперника Ну а что делать Фунай Вот так просто безвольно проигрывать Это видимо не в его характере Тем более Фунай Он пытается что-то сделать А как только он пытается что-то сделать Тут же Это оборачивается успехом Но не его Вообще интересная категория Получилось Раньше не так много внимания уделялось этому весу Со стороны Бавельщикова А сейчас Вообще Эперкот он достал Классным И продолжает Сейчас еще здесь остается И Чоколатита Гонсалес Который Недавно доминировал И будет Пытаться вернуть Себя Титул Видимо кстати Это Какаши Нуи В углу У Иучи Фунайи Отец и тренер Науи Нуи Здесь подошел еще Рефери Очень внимательно Отсмотрел За происходящим В японском углу Посоветовался с доктором Здесь Бойца На седьмой раунд Выпускают Но я думаю Что у рефери У Эдварда Калантаса Есть уже сомнения Так Сейчас еще раз Отправят Японца На консультацию На обследование А и доктор говорит Что нет Станавливает Бойн Очень Очень большой урон Понес Японский боксер Но Смелый парень Ничего не скажешь Самурай Поступал Практически Во всех параметрах Сопернику Но Пытался Пытался Ну Как говорится Здоровье Дороже Не знаю Причем Доктор Так Достаточно Простой Неврологический Осмотр Повел И решил Что Здесь Срючи Хунай Хватит Ну В общем-то Все Полномерно Шло К досрочной Победе Живина Анкакаса Седьмая защита 27-летнего чемпиона мира Филиппин Смотрим Самурай Здесь Как раз Четвертый раунд Там показывают Когда Анкакас Просто Забросал Соперника Невероятным Количеством Ударов Ничего Разумительного Фунай Показать Не смог Фунай Конечно На победу У него шансов Фактически не оставалось Но хотел Видимо Доставить до конца Уйти на своих ногах Но Получилась Все-таки Досрочная Победа Он Победа И И А А А А Ну что ж Джинниор Наберет Что Анкакас В седьмой раз Становится чемпионом мира В чем мы его И поздравляем Команда Анкакаса Продолжает Оставаться в ринге Празднует Победу Ну и как раз Мы можем С вами Посмотреть За самими Яркими Эпизодами Прошедшего Боя Которые Режиссеры Отметили Решили Не показывать Хотя нет Покажут Еще раз Давайте Насладимся Этими Моментами Довольно Зрелищного Поединка Начало Было Неспешное Но Как обычно Это бывает Ну а дальше В третьем Особенно В четвертом Раунде Диан Кахас Уже Разошелся На полную Еще раз Скажем Что соперник Вот этими Своими Смелыми Действиями Конечно Дал много Шансов Ему Для победы Но Это его В общем-то И погубило Да Ну и Не раз Рефери Отправлял Рючи Фунай К доктору Ну с первого Раза Доктор Дал Возможность Проложить бой Посмотрел Внимательно А вот После второй Консультации Уже Сказал Что Хватит Таким Образом Для Рючи Фунай Дебют На американской Земле Сложился Совсем Неудачно То есть Мало того Что проиграл То еще и Проиграл Досрочно Этого В общем-то Никто Не исключал Еще Добавля Да Тем более Учитывая Что у него Уже Досрочные Поражения Были Пускай Были Они Довольно Давно Ну вот Сейчас Как раз Нам Показывают Профайл Гавриэля Флореса 19-летний Проспект Который Сейчас Выйдет В ринг Мы Посмотрим Его В шестерраундовом Бою Против Такого Уже Ветерана Эдуарда Переидос Рейса Ну и конечно У Флореса Вот эти все Победы Они Как водится Были в начале Карьеры То есть Последний Бой Который Он Правил Досрочно Был у него В феврале 2018 года Но вообще Дерется Очень часто Флорес Мы уже Отмечали Он дебютировал В 2017 году Провел 12 боев За то время А ему Всего 19 лет То есть В среднем Каждые Два месяца Бьется Че он начал Вообще Бился каждый месяц Потом Сделал Перерыв Потом Опять два месяца Подряд Ну и так далее О Сыганский барон Тайсон Фюри Возвращается На ESPN Будет драться Против Тома Шворца Все считают Это Мисс матчем Таким Но Кюрь говорит Чемпион Чемпион Не волнует Ни чужое мнение Но это Артур Бетербиев Тринадцать побед Тринадцать побед Тринадцать нокаут Тринадцати боях Да Итак Старше молодого претендента. Ну а нам снова напоминают, что творится в тяжелом весе, в супертяжелом дивизионе. Линейный чемпион Тайсон Фьюри, WBC Дианте Уайлдер и все остальные версии Энтони Джошуа. Энтони Джоша тоже, кстати, довольно скоро будет уже сражаться. Ну вот видите, у Флореса сколько здесь валяйчиков. Он из Токтона сам из этого городка, да? Да. Вот он на наших экранах. Местный любимчик. Казалось бы, да? Всего шести раундовый бой. Ну какой же отожзален. У него как раз последние четыре боя. Все прошли всю дистанцию по шесть раундов. До этого был четырехраундовый и также шестираундовый. Это легкий вес. Категория, где доминирует Василий Ломиченко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долго маринуют боксеров, вроде готовы уже они выходить. Но на ESPN иногда бывают такие длинные паузы. Как казалось бы, уже и публика готова, и боксеры тоже. Иногда бывает, что боксеры не готовы, поэтому возникают такие определенные провисы. Нет, здесь чисто телевизионные проблемы, потому что, как ты правильно сказал, у ESPN много разных спортивных трансляций, помимо бокса. И сейчас в данный момент могут идти анонсы, чего-то интересного там и американский футбол, и бейсбол, и все что угодно. Один, два, три, фоу! Подготовились ребята, подготовились, ничего не скажешь. Ну конечно, приятно выходить в рынок, когда у тебя такая вот футболезческая аудитория. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз, который раз уже, да, на всякий случай, вдруг мы забыли. Ну вот там, судя по экранам, какое-то небольшое движение началось, хотя пока еще не к рингу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот интересно, на предыдущий бой он был чемпионским, действительно, очень таким значимым выходил Дим Ленан Ринг-Анонсером. Он, безусловно, будет объявлять и бой Артура Бетервиева. А вот появится ли Дим Ленан сейчас перед этим пройденком? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, там Джим Ленан находится в ринге и ждет команды режиссера. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но тот пока ему еще это добро не дает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арина в Стоктоне, кстати, полностью заполнена. Там только вот эта зона, где все ходят, но это перед рингсайдом. Там вообще без мест. Все остальное, так я смотрю, там даже верхние трибуны заняты любителями бокса. Здесь сегодня вообще большой вечер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девять боев заявлено. В том числе известный нам боец Феликс Валерай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Феликс Валерай будет у нас в ринге в нашей трансляции. Но нет, его решили нам не показывать. Он выиграл, да, свой поединок? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А нам и нашим болельщикам в первую очередь он известен поединком против Дмитрия Бивола. Было это в Москве, в Ходынке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И простой бой, да, после которого Дима стал временным чемпионом. В общем-то, и начался его путь к ситулу чемпиона мира. Валера тогда ему, конечно, такой солидный экзамен устроил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, несмотря на то, что побывал в нокдаунах, но, тем не менее, действительно, Дмитрий говорит, что это был для него один из самых тяжелых соперников. Было это в мае 2016 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Валера для многих тяжелый соперник. У него, сколько, два поражения всего, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, причем проигрывал он Дмитрию Биволу и Сальвуну Барреру. Да. У Станислава Каштанова выиграл. Кстати, вот тот самый временный пояс WBA. Да, перед боем с Биволом он обыграл Каштанова. Ну что, ждем начала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все звезды топ-рэнка? Все звезды топ-рэнка представлены в этом ролике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр Гвоздик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кроуфорд. Кроуфорд был, да, на ваших экранах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надо отдать должное, конечно, этой организации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что все предрекали уже закат топ-рэнк, а нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Бопаром вообще довольно сильный промоутер. Кстати, в отличие... Несмотря на свой возраст. Да, потому что возраст уже очень почтенный. Ну, в отличие, вот если мы говорим сейчас о полутяжелом весе, который нас интересует здесь в рамках этого вечера в первую очередь, то в отличие от той же самой Кэти Дуэ, которая промоутер довольно слабый, именно поэтому карьера Сергея Ковалева, так вот, испытывает пики и падения. Не только за счет того, что у Сергея иногда у самого бывают не самые удачные выступления. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Сергей будет тоже довольно скоро проводить чемпионский бой. Причем это будет на родине, в Челябинске. Все мы ждем этого прекрасного события. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, Флорес рассказывает о своей семье. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отец рассказывает трагичная история. У него болела мама и Флорес был вымерзнен младший, вот этот Флорес заниматься боксом. Ну, в том числе для того, чтобы поддержать семью и самому немного отвлечься от ситуации. Ну и вот его фанатская база вся представлена. Была большая любовь, конечно, у него с матерью. Я уверен, что это случилось. И остаться на правильной дороге. И я уверен, что я делаю свой job. И я уверен, что моя мама рада. И я уверен, что она не умерла. И, понимаете, я продолжаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Уже все просто треки использовали звук режиссера Тачка Олеги по-прежнему вон там в правом углу ринга Вот, по-моему, все, закончился Да, вот как раз они Разговор Зашлись и снова под трек ACDC Выходит боец Да, Эдуардо Рейс Как же без ACDC-то и на боях Сандер Страк Великолепный трек Итак, 29 лет Бразильцу 29 боев провел 23 выиграл, 19 досрочно 5 проиграл, но трижды Сам побывал в нокаут С последних четырех боев 2 выиграл досрочно 2 проиграл решением судей Спокойно публика встречает бразильского боксера Нет никакой агрессии со стороны зала Ну а сейчас, когда появится Флорес, вы увидите сам Хотя нет, вот такой бульсер Ну конечно Сопроводает его выход Ожидаемый Ну и вот вы слышите, да? Ради чего вообще Сейчас понятно, ради чего вся эта публика пришла сегодня Сюда В этот Спортивный центр Стоктон Отец рядом 19-летний Гавриил Флорес Интересно у них, кстати, молнии на кофтах Фосфорицирует? Да, тоже мерцает Очень много фотографий, где он с матерью Ну, вы увидите Слышите, вернее, под штон выходит Смена треков произошла Ну, первое, я так помню, это посвящение маме как раз И второе, своя мелодия Интересно, в оригинале она будет или Пойдется без слов Это Что-то Ритм весьма всем знакомый Да, это трейф Придуманный Уже давным-давным-давно Ну, не спешит, кстати, пока Флорес выходить Так И здесь ритмом ворвался А теперь понятно Теперь будет выход под живую музыку Ну, суперзвездна просто, да? Да, уж Такое ощущение, что Чемпион мира в нескольких визовых категориях И еще и абсолютный чемпион мира Выходит в ритм Но пока только ощущение Пока титульников у Уэля Флореса не было Наверное, самый популярный Человек вообще в этом небольшом городе Город непростой, как мы уже говорили С очень серьезной криминальной репутацией Такое Ну, там еще и маскота выпустили Я не пойму, кто это Ну, кто-то мохнатый и хвостатый О, да, вышел Танец Соперник принял Соперник принял Вообще этот перформанс Решил тоже поучаствовать Так, кто там под 18-м номером? Вот такой лев по всей видимости Представляют бразильца Эдуардо Рейс Тич Дюран даже У Габриэля Флореса В углу в качестве капмана На 10 лет он старше Молодого Флореса Динамит Рейс Не просто Рейс, а Динамит Чем-то мне здесь майки версию напоминает По неверболике Что же будет твориться здесь Если он дойдет до чемпионских боев Молодая сенсация Из Стоктона Джуниор И наш третий человек Рефериар в charge Сейчас дадут инструкции Маркос Росалес Друзья, я уже прошу правила Обей мои команды И защитите себя От все время Попробуй его Попробуй его Попробуй его Ну что ж, давайте смотреть Что из себя представляет Габриэль Флорес Реально А вот видите Посвящение как раз Уаниты Мальдонада Место, где должна была бы сидеть Сегодня Мамон Габриэль Флорес Флорес В бело-синих шортах В белых перчатках Да Неплохо Сразу пытается взять Быка за рога Бросается вперед На весьма прометчивый Бразилец Флорес вот так Сбивает его С прицела Демонстрирует Неплохой тайминг Хорошо работает Передней рукой Очень много джебов Выбрасывают Очень быстро Эти джебы Ну и надо сказать Что бразилец Пока еще ни одного удара Не то что не попал Не выбросил Вот первый А вот второй Но все мимо Сумасшедшая поддержка У Флореса конечно Ну вот пропустил он сейчас И тут же Пошел отыгрываться Хорошо работает джебом Надо отдать должное Далекого веса Довольно высок Да 175 сантиметров Быстрый какой Не дает возможности Бразильцу опомниться Запустил правый вагон Перчатки Да Действительно Зрелищный боксер Ничего не скажешь По корпусу Также пробивает Но пока Бразилия сдержится Перекрылся Немного Была паника В его действиях Но потом дальше Оттянулся назад Не дал возможности Флоресу закрепиться Не, ну Флорес Продемонстрировал Яркий эпизод Выиграл его И заговорочно Снова Передней рукой Разбивает Защиту Бразильца Посмотрите Причем И в голову И в туловище Здорово работает До 19 лет Действительно Очень зрелый бокс Демонстрировал этот парень Да, обученный Техничный Быстрый Причем грамотно Распределяет силы То есть после Такого Активного эпизода Знаешь Аккуратно Действует джебом Никуда не спешит Последнее наставление От Папашин Флорес Выходит На второй раунд Ну вот Как молодой Бык просто Хотя по идее Он должен быть Здесь Ториадором Все продумано Зрители Павельщики Ждали Наверное Этого тоже От него Здорово работает Здорово По-прежнему Передняя рука Флореса Очень хорошо Двухой защите Бразильский боксер Постоянно приходится Отступить Много работает Покорно Сейчас Флорес Да Еще подразнил С опущенными руками После этого Хороший боковой Запустил Такой Длинный А как только Попытался Бразильец Грызнуться Тут же Настигло Его наказание Ну вот Теперь достался Очередь Эдуарда Но только Лишь улыбается Флорес Конечно Имея такую Фанатскую базу Такую поддержку Болельщиков Такую любовь В городе 19 лет Очень трудно Не поймать Звезду Да Ром? Соглашусь И наверное Это сейчас Главная задача Вот Хорошая атака Остался Задумался И тут же Пропустил Брошился Отыгрываться И тут Главная задача Тренера Отца Наверное Не дать Нужный момент Дать по шапке Да Нужный момент Дать по шапке Как это Довольно часто И точно И вовремя Делает Отец Ломаченко Замедлился Бразилец Хотя тоже Хорошая была Атака Роман 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 Решил От защиты Действовать Эдуардо Перейра Принимает удар На блок Потом пытается Контратаковать На встречу Пока Не получается Не успевает Меньше ударов Стал выбрасывать Флорес Поэтому Бразильцев Появляются Какие-то Микро шансы Но как бы то ни было Бразилия Все равно Парень с ударом И его основная задача Просто этот удар Донести Если получится Не думаю Что Флорес Это понравится Заканчивается перерыв Боксер выходит На третий раунд Опять что-то на ухо Отец нашептывает Своему сыну Вообще Я так задумался Довольно Серьезная поддержка Я имею ввиду Промоторские Финансовые Габриэля Флореса Потому что В 19 лет Вот так вот Продуманный образ Иметь Стечут Дюрана в углу В качестве Катмана Это в общем-то Должны быть Определенные Вложения Со стороны Заинтересованных Лиц И вопрос Насколько их Габриэль Флорес Оправдает То что Все это Стоит Довольно Недешево Хорошо Он сейчас Чуть с уклоном Чуть провалил И в догонку Попал Канаты Сейчас Оставили На ногах Флореса Простите Рейса Здесь предсказуемая Была атака Кочнул корпусом Потом побежал Вперед Флорес Успел среагировать Начинал Вначале Флорес Не давал Бразильцу Вообще Ни секунды Покоя Чтоб собраться Придумать Что-то А сейчас Вообще Засыпал его Ударами Да А сейчас Он Ждет Когда тот Налег Левый боковой Очень четкий Повергает Эдуарда Переверна Остановлен Закончен Нокаут Да Выжидал Выцеливал И пробил Очень точно И очень по месту Зрители Просто В восторге Третий раунд Победа Нокаутом Шестая В карьере В тринадцатом бою Да уж Тяжеловато Прошлась Эдуарда Вроде бы Ничего Не предвещало Такой внезапный Был выстрел Потому что Казалось Что бразильец Уже более-менее Свой Чуть Чуть На щуку Флорес Перешел Засыпать Соперника Ударами Прошел Перейти К одиночным И наверняка У нас работало Такое впечатление Что зрители Сейчас После этого боя Станут И выйдут На улицу Правного Здесь Четко Подбородок Конечно Попадание По месту Да Очень четко Со смещением Еще упал Такая довольно Серьезно Затылка Приложилась На стилу Инга Здесь Отвлек Внимание Хорошо Сместился Под 45 Градусов И зацепил Здесь Конечно И опять Абсолютно Невидимый Братишка Большая семья Дружная К сожалению Недавно Потеряли Маму Нам показывают Фотографию Но все Посвящается Ей Клонитель Моя Донава Ну что Рейс пришел В себя Да Вполне Слава богу Неплохо Себя чувствует Здесь Какой-то Местный Поезд И какого-то Цвета Неизвестного Сиреневого Ну это Какой-то Такой там С логотипом Еще Который у него Был на шорте По всей Местислина Что-то Локальное От спонсора Спонсор Видимо Хороший До сороковой Секунди Третьего Раунда Победа Нокаутом На радость Всей публике Гавриил Флорес Содерживает 13-ю победу В карьере Еще раз Нам показывают Этот Точный удар Флореса Повергший Соперником Нокаут С разных Ракурсов С разных Точек Хвалили мы Левую руку Флореса За этот джеб Которым он работал Очень здорово Но именно Этой же левой Он отправил Соперника В нокаут Нет Перспективный Боксер Тут конечно Ничего Не скажешь Действительно Что было с того И когда ты Выходил На арену В Стоктоне Это Вообще Было прекрасно Это место Где я Родился И вырос Я вас всех люблю Все что пришли Все что пришли И очень это ценю Все мы 2-9 Слушайте Этой же Это бут Это Пояс у него Стоктон 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 Король Стоктон Напоминаю Сейчас наверное Слезы снова Появятся На глазах У этого парня Ну да Ну да Для меня Вообще Значит Весь мир Никогда Не мог Подумать Тяжело Тяжело Переживает Он конечно Эту потерю Очень тяжело Но большая Дружная семья Должна Будет Ему Помочь Пережить Эту потерю Ну и говорит Да О том что В общем-то У него были здесь Огромное количество Символов Огромное количество Знаков Того что он Нокаутирует С его соперника Именно в третьем раунде Ну и расскажи Об этом Левом боковом Я знал Что он Довольно Жесткий Боец Я в общем-то Дернулся Вправо Он развернулся Я потом Тут Сменил направление Скачком Да Мы вернемся Ну что Друзья Посмотрели мы С вами Поединок Который Закончился Довольно Быстро Габриэль Флорес Нокаутировал Своего соперника В третьем Раунде В общем-то Судя по тому Как бой Начинался Это был Прогнозируемый Результат Хотя Надо сказать Что и Бразилец Эдуардо Перейра Он Был Неплох Эпизодами Но Сейчас Пока Все местные Здесь отпразднуют Не отпускали Довольно долго Они Флореса С ринга Ну а мы В ожидании Конечно Главного События Вечера То ради Чего Мы здесь Все собрались Артур Бетербиев Против Родевой Калашич Ну и лишний раз Нам еще Напоминают Славную Историю Боксерских Вечеров Организованных Компанией Топ Рэнк Очень Долго Они На Ринге Не только Боксеры Ну в качестве Самой Промоторской Компании И это Одна из Самых Известных Их Заставок Организованных 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 Ну вот такая Заставка Достаточно Яркая Все Самые Значимые Большие Бои 20 века В ней В ней В ней были Собраны Много Много Узнаваемых Лиц И в общем-то Много Действительно Легендарных Противостояний Личностей И событий Ну и Мы надеемся Что конечно 21 век Тоже Будет Наполнен Так или иначе Рано или поздно Увидим мы Такую заставку Собранную Из уже Войтого Современности Ну да Ну да Валерий К концу Но хотя бы Какую-то его часть Артур Метербиев Друзья Выходит На свою Вторую Защиту Титова Чемпиона Мира Первая У него Сложилась Довольно Непросто Да Каун Джонсон Хотя и Был Нокаутирован Но этого Послал Сам Артура В нокдаун Да Четыре Раунда Довольно Непростого Боя Для Артура Бетербиева Ну и Надо сказать Что и Завоевание Титула Тоже Было Далеко Нелегким Потому что Первый бой Который продлился Практически Всю дистанцию Только лишь В 12 Раунде Артуру Бетербиеву Удалось Нокаутировать Энрика Керлинга Да Но сегодняшний Соперник Тоже Непростой Хотя Давно Не выступал У него Были проблемы С рукой Травма Была очень серьезная Он даже решил Что он Заканчивает с боксом Начал Подыскивать Другую профессию Пытаться Найти себя в жизни У него Американское Гражданство Хотя он Боснец По происхождению Вот Но Современные Медицинские Технологии Вот С применением Столовых клеток Позволили ему Восстановить Исключить Эту травму Снова Ну У него Немного Не мало У него Был Некрос Кисти Некрос Кисти С этим Делом Не то Что Драться Как бы Обычную Жизнь Вести Не потерять Руку Да Ну Вот Все удалось Конечно Пройти Снова Он решил Вернуться В ринг И тут Такой шанс Выдался Драться За звание За титул Чемпиона мира Боксер Непростой Довольно Грязноватый Скажем прямо И вот Артуру Надо мне кажется Избегать Как раз Вот этих Моментов Когда Тот Будет Предлагать Такие Вот Грязные Размены Клинчи Тем более Что удар У него есть Нам показывают Сейчас пока Остальных Претендентов Да Всю элиту Сергей Ковалев Против Сергея Ковалева Альвареса Напоминаю Возвращает Тебе Кто сейчас Чемпионы В этом ринге В этой весовой Категории Но продолжу Все таки Бой Предстоящим Так вот Надо пройти Осторожно Не осторожно А я бы сказал Тщательно И внимательно Вот все эти Рифы Которые Может Встретить На своем пути Артур Бетербеев В бою С Каладичем Ну думаю Это ему Удастся Они С новым Тренером В общем-то Все это Хорошо Учли Подготовили Как он говорил На последней Пресс-конференции Ну а то Что Удар У Артура Бетербеева Дальше еще Получше Чем у Родио Это Должно Тоже Мне кажется Сказаться Как раз Данные Ну здесь У Каладжича Преимущество В возрасте Он Помоложе Помоложе Но два года Не дрался Да Довольно Большой Был простой Но Скажем так И Из топовых Соперников Было не так Много У Каладжича Ну тот самый Маркус Браун Там Раздельным решением Правда Браун выиграл Но Достаточно спорно Выиграл Причем бой был Не длинный Восьмираундовый Всего Ну что ж Ждем Ждем появления Героев Главного Боя Вечера Вполне Можем ожидать Длинную Паузу Но Надеемся Что она Очень уж Не затянется Удалось Наконец Артуру Бетербееву Без суда Решить Все эти проблемы С Ивоном Мишелем Расстались Они В общем-то По-доброму Хотя Казалось Что дело Идет До судебного Разбирательства Но тем не менее Все уже Позади И вот эти Большие Простои Которые Были У Артура Бетербеева Хочется верить Что тоже Уже Позади Потому что Времени Осталось Не так уж Чтобы много Годы Идут И Артуру Нужны Бои Он живет В Канаде Давно Как в 13 Году Переехал Начал Профессиональную Карьеру Так и живет В Монреале Там же С ним Живет Его мама Одним словом Ждем этого боя И предвкушаем Победу Российского Чемпиона Команда Витапроста Против сборной Простатиты И Аденомы Витапрост Уходит от боли Блокирует Борется Сексуальными Расстройствами И атакует Затрудненное Мочеиспускание Витапрост Самый назначаемый Препарат Витапрост Ударная Тройка Против Простатита И Аденомы Штада Витапрост 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 Пауза Пауза Это тоже Оправда Находишься В какой-то Мере Хотя нам Показывали Раздевалку Артура Бетербиева Там Каладжича Тоже Они оба Уже Готовы Выходить Но опять-таки Телевизионные Всякие Особенности Программные Дела Да Они Диктуют Нам Начало Того Или Другого Боя Так вот С 13-го года После Олимпиады На которой Он проиграл Александру Усику Пришлось ему Подняться Тогда В первый Тяжелый вес Что явно Конечно Было Не его Не его Была весовая Категория Ну И Усик Тогда был На подъеме Одержал Победу Таким образом Олимпийской Медали У Артура Нет Хотя он Был достойный Еще В Пекине Но там Он проиграл Боксеру Из Бакистана Абосову Нет Там он проиграл Китайскому Простите Сопернику А до этого На чемпионате Мира Да А до этого На чемпионате Мира Чикаго Проиграл Абосова Причем Бой В котором Ну просто Обязаны Дали Дать ему Победу Абосов Бегал Вообще Все три Раунда По рингу Чуть-то не спиной Вернувшись Но так решили Что часто бывает В любительском боксе В седьмом Был он серебряным Да Ну вот Через год После Главной Олимпиады Артур Ушел Профессионал И правильно Сделал Переехал Сразу в Канаду Заключил Здесь контракт Начал бои Немного Провел боев Учитывая Что Уже Шесть лет Как он Является Профессиональным Боксером Всего Тринадцать Поединков Все тринадцать Выиграл И все тринадцать Нокаутом Будем ждать Такого же Яркого Продолжения И здесь Уже Когда он Заключил Контракт С компанией Топ Рэнг Да Друзья Вот Чего мы боялись Зал Зал покинули Зрители Они пришли сюда Действительно Только ради Габриэла Флореса Да Получается Да То есть Потому что Мы как раз Отмечали Что была Вся арена Заполнена А сейчас Смотрите Очень много Пустых Мест Совсем Немного Осталось Зрителей Неприятно Конечно Драться При полупустом Зале Но что делать То есть Будто бы Ты действительно Вечер Открываешь А не Являешься Главным Событием Его Может быть Да Своебразная Местная Публика Конечно Которую Интересовал Только Один Боксер В сегодняшний Вечер Когда Два Чемпионских Боя По версии IBF Проводятся Но все Пришли На шестираундовый Поединок Они Может быть Вышли Пока Праздновать Встречать В надежде Собрать Автографы Ну Ряд ли Они вернутся Я думаю Ну Вообще Такая Картинка Да Очень Удручающая Все Пустые Пустые Трибуны Вот Какие-то Люди Там Конечно Перемещаются Может быть Просто Болельщиков Не сказали Что Главное Событие Все-таки Впереди Они решили Что уже Пора Домой Хот-догом И сериалом Ну Что ж Как бы то ни было Ждем выхода Главного Боксеров Главного Для нас Боя Оформление ДТП Через приложение Тиньков Тиньков Страхование Это просто Оформите полис Автострахование И получите Кэшбэк 20% На карте Тиньков Розивой Калайджич На ваших Экранах Друзья Боксер После двухлетнего Перерыва Получил Неожиданно Довольно Для себя Как он сам Признает Право На чемпионский Бой Будет Сегодня Противостоять Артуру Петербиеву Россиянину Чеченскому Боксеру Который Является Членом Клуба Ахмат Хотя Живет Постоянно В Монреале Калайджич Он серп Но Боснийского Происхождения Потом Переехал В США Во Флориду Живет Довольно Рано Он переехал В Флориду Получил Американское Гражданство Давно Живет В городе Санкт-Петербург Но во Флоридском Санкт-Петербурге Ему 27 лет 25 боев Провел 24 выиграл 17 досрочно И один бой Против Маркуса Брауна Поиграл Раздельным Решением Судей Но Очень хорошо Смотрелся И в общем-то Там Были варианты Что Браун По сути Говорят И не выиграл Ну вот Артур Бетербиев На ваших экранах Друзья Один из Трех Наших Чемпионов В полутяжелом весе Пока они не поставили Мелодию даже В тишине Артур выходит В ринг 34 года 13 боев 13 побед Все 13 Досрочно Не вредно Конечно Выходить Вот так В тишине В тишине В полупустом Зале Ну что делать Обладатель Чемпионского Пояса По версии IBF Один из Действующих Чемпионов В этой весовой категории Которая По праву Можно сказать Называется Наша Ну вот так Вообще странно Даже им Мелодию Не поставили Никакую Это В общем-то Так Проявление Если не Разгильдяйство То неуважение Ям Я еще Первый раз Вот так За очень Много Времени Вижу Ситуацию Когда Боец Выходит Без Музыки Своей Без Музыки При полной Тишине Зала Да Такое Ощущение Будто Это Вообще Какой-то Глубокий Андеркат Ну что Джимилен Объявляют Поединок Ну вот Чемпион Абф Которым владеет Артур Бетербиев Нам представляют Боковых Судей Первым Он чуть легче был Чем Артур Повторым Родевой Колайджи Итак Родевой Колайджи Растала очередь Артура Бетербеева. Почему-то канадский флаг представлен. По месту жительства. Он защищает этот титул как боксер России. Ну вот показали все-таки есть наши болельщики тоже здесь в зале. Ну что ж, давайте смотреть первый раунд. Артур настроен очень серьезно, как всегда в своих боях. Мощный такой силовой боксер Артур. Это его стиль. С грозным ударом справа. И сразу вот так вот. Сразу отбрасывает Каладжич. Сразу посмотрите левой рукой. Два точных попадания. Каладжича надо держать постоянно вот в таком напряжении. Не давать ему возможности разойтись. Устроить драку. А это он умеет делать. По прямой уходит Каладжич. Останавливают его канаты ринга. Ну такая попытка к дальней дистанции Каладжича что-то сделать в ответ. Но не достал он. Артур выцеливает. Вообще, конечно, Каладжич говорил, что будет уповать на скорость. И в том числе, что поединок не продлится всю дистанцию. Но что-то мне подсказывает, что вполне возможно, что он не продлится всю дистанцию именно для Каладжича. Будут спасать, наверное, клинчи, которых он будет пытаться достигать как можно чаще. Загрязнить бой, это, наверное, его главная задача сейчас. Ну пока прощупывает джебом. Хорошо, Артур встречает. Сверху вниз хлопнул. Получилось перчаткой. Но тут же родевой остановил. Здесь подножка получается. Подножка отходила назад. Встретили возбудились. Снова сверху пробивает Артур. По затылку пришелся удар. Рефери это заметил. Бетербеев часто, кстати, переносит вес на дальнюю ногу. Сейчас пока Каладжич пытается периодически инициировать атаки. По корпусу отработал. Родевое. Ну а Бетербеев как-то очень хорошо начал. А вторую часть раунда стал выцеливать. Вот мне кажется зря. Надо боксировать. Надо просто боксировать, переиграть соперника в первую очередь. А потом уже думать о досрочной победе. Встретили безстатки. Снова встал. Снова встал. Остров... Решили задать здесь в перерыве. Мягко сказать. Сразу. И во втором раунде Артур пошел вперед. Каладжич так пританцовывает, перемещается. Но вообще он боец довольно скоростной. И с точки зрения именно боксерских навыков, как боксер, довольно неплох. Тоже заворачивает перчатку Бедербиев. Пробил по затылку. Третий раз, по-моему, мы наблюдаем ситуацию. Бросается Артур на соперника. Пролетает дистанцию. Мне кажется, поспокойнее надо просто поработать. Какая-то вот мотивация. Иногда, да, есть такой момент. Береглестывая, надо держать в узде свой характер. Боец, который привык побеждать досрочно, он так или иначе становится иногда заложником этой ситуации. То есть всегда рассчитывает на свой удар. Здесь нужно... Ну вот то, что Каладжич и умеет делать хорошо. Клинч, захватить, придержать, повисеть. Правда, от джеба отлетает, но хороший апперкот. Сейчас апперкот выбросился. Каладжич. Разлил Бедербиево такое ощущение. Вот пошел вперед. Ну, Каладжич хорошо защищается корпусом, надо отметить. Подставляет еще перчатки, плечи под удары. Пока чего-то тяжелого не пропускает. Опять мне казалось, что там был не самый чистый удар в исполнении Артура. Ну, продолжает Бедербиев поддавливать. Каладжич пока с этим ничего придумать не смог, что сделать. Который раз вот этот удар справа, правой, чуть сверху пробивает Артур. Артур. Ну, что тут, может, всем посоветует Артуру? Надо, конечно, успокоить. Мне кажется, чересчур вот заряжен. Да, и, кстати, видим Русанвер в качестве катмана. Очень хороший специалист. Также присутствует в углу у Артура Бедербиева. Они оба пытаются его успокоить немножко. Да, ну и тренер как раз сказал, я хочу видеть твоего соперника постоянно отступающим. То есть, ну, понятное дело, он прекрасно понимает стиль Артура. Ярко выраженный, атакующий и агрессивный. Ну, и Анбер тоже притормозил Артура для того, чтобы дождись окончания перерыва. Анбер, кстати, является, я не помню, то ли совладельцем, то ли генеральным директором компании Rival. Пробивал как раз шорты в перчатке у Артура. Хорошо, на входе сейчас пробивал Артур. Впечатление, что у Каладжича чуть-чуть преимущество в скорости есть, да? В движении вообще как раз тоже хотел сказать, что еще изначально... Ну вот, посмотрите, он предлагает размен, драку. Да, и Бетербиев попал. Как раз еще перед боем я когда смотрел на то, как Каладжич боксирует. Два тяжелых удара сейчас вот Бетербиева сверху вниз также плетает. Я тоже отмечал, что именно вот с точки зрения, почему я сказал, что как боксер Каладжич даже может быть и получше, чем Бетербиев. Он хорошо движется, он довольно скоростной, чувствует ринг, а в то время как Бетербиев, ну он так тоже довольно прямолинейен. Несмотря на то, что мы отмечали, что в первом раунде Каладжич просто отлетал назад, но отлетал после джеба. Артур принял сейчас вот этот бой на дистанции, правый бокал очень серьезно пропускает Каладжич. И снова левый, здесь влетают удары, Каладжич прячется какой-то головой за канаты. Встал на колено, чтобы, конечно, отойти от этой бомбежки. Фактически сделал все правильно, был отсчитан нокдаун ему. Закручивал Бетербиев, да, хороший аферкот был. Каладжич пытается отвечать, вяжется в клинче. Хорошая двойка зашла. Тайна просит рефери не придавливать Бетербиева. Ну, а Каладжич сам головой уходит вниз туда. Заканчивается третий раунд. Соперник побывал на нокдауне. Да, как раз удар за ухо получился, но гонг его спас, по сути говоря. Ну, развязка близко, мне кажется. Ну что, удалось восстановиться Каладжичу за эту минуту? Ну, так довольно бодро он выходит в ринг. Тоже именно это слово мне пришло. Да, но... Это до первого попадания, мне кажется. Да, снова консультация врача. Доктор уже другой. Разрешает? Посоветоваться. Что говорит на ухо рефери, что при малейшем... Если будет снова такая ситуация, когда Каладжич начнет очень много пропускать, скорее всего, наверное, посовершается остановить будет. Ну, Каладжичу, конечно, нужно пережить просто этот раунд, хотя бы попробовать. Он не восстановился. Но здесь он вряд ли успеет пережить. Ух ты, хотя он сейчас огрызнулся, довольно неприятно. Ну, вот такая драка, такой размен. Каладжич показывает характер. Здесь проваливается. Кстати, да, если действительно можно было предполагать, что Каладжич в этом раунде постарается отбегаться, что называется, исходя из того, что он очень много поставил на движение, пропускает удар справа, правда, вскользь, но нет. Сейчас он тоже потратил очень много сил, вот в том эпизоде, когда пытался вот навязать этот размен, вошел в него. Перекрылся. Ну, и почему-то Артур, в свою очередь, тоже замедлился серьезно. Хорошо, в корпус голова, снова три раза подряд коротких ударов. Не выпускал Бетербиев соперника из угла. Каладжич сейчас пытается держать руки. Ну, пропускает, пропускает. Выбрасывает навстречу удары, но они уже такие. Каждый удар уже менее опасный, чем предыдущий. Сил мало осталось у Каладжича. Опять держит руку Артура. Артур просто заталкивает его в угол. Но сам, правда, атаки не инициирует. Ну, потому что Каладжич, выж, прихватил руку, а рефери на это не реагирует. Опять готовит удар справа Бетербиев, такое ощущение. Между тем, остается 30 секунд до окончания четвертого раунда. Но надо похвалить Каладжича. Ну, Артур может и справа, и слева. У него обе руки. Потому что Каладжич действительно пытается оказывать достойное сопротивление, но пропускает довольно тяжелый удар. Там справа пришелся. 10 секунд. И четвертый раунд завершен. Довольно тяжело опускался на стул Родевой Каладжич после окончания раунда. Прям даже как-то обессиленно на него рухнул. И сейчас чувствуется, что... Ну, очень много пропустил ударов, конечно, очень много. До конца-то не установился. Вот еще раз консультация к доктору. Сразу же пошел. Да, да, сразу, да. И то, что все в порядке. Дает разрешение на продолжение. Правда, я не понял, что рефери сказал. Но, по всей видимости, очередное предупреждение, что будешь пропускать, бой остановлю. Прекрасно все это понимает Артур Бетербеев. Сейчас активно пошел вперед. Все, рефери остановили. Да, первые два попадания и остановка. Недовольны. Они хотят все-таки продолжения боя. Каладжич оставался на ногах. Пытался сопротивляться, но... Но особо, кстати, и не протестовал. Ну да, очень много было пропущенных ударов. У меня такое ощущение складывается, что Артур не очень доволен этим поединком. Во-первых, тем, что в зале не было той атмосферы, достойной чемпионского боя. Не удалось действительно нокаутировать по-настоящему соперника. Но технический нокаут, тем не менее, достигнут. В 14-м бою 14-я победа, 14-й нокаут. Ну, как и Каладжич нам обещал, поединок не продлился всю дистанцию. Но, как мы вам и говорили, именно Каладжич оказался проигравшим. Особых эмоций Артур не выражает. Ну, он вообще скуп на эмоции. Вот там объявляют, что 14-й бой, 14-я победа, 14-й нокаут. Мы Артура поздравляем с этой победой. На этом будем заканчивать, друзья, нашу трансляцию. Роман, Гришин, Борис, Скрипко для вас работали. Всего доброго. Держите удар, самое главное, в этой жизни. И все у вас будет хорошо. Счастливо. Пока.